В преддверии Нового года в Александровском зале Института международных отношений Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие с передачей новогодних подарков от Генерального консульства Китайской народной республики в городе Казани. В мероприятии принял участие сам генеральный консул и его супруга. Они рассказали о китайском Новом годе, традициях, а также передали в дары Институту Конфуция, Институту международных отношений КФУ, сувениры и подарки, средства индивидуальной защиты книги. Я думаю, что те, которые изучают Китай, и особенно студенты, которые изучают китайский язык в вашем университете, будут заинтересованы этой книгой. Все это будет использовано в учебном процессе для наших студентов. Мы хотели бы от всей души поблагодарить Генеральное консульство о систематической помощи нашим студентам, китайским студентам, которые они предоставляют Казанскому федеральному университету. Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала китайского Нового года нет, и каждый год она назначается на разное время. Количество китайских студентов возрастает в Казанском университете. Сегодня их порядка полутора тысяч обучаются у нас на Казанском университете на разных институтах. Конечно, Институт международных отношений занимает одну из лидирующих позиций, также Институт филологии и межкультурной коммуникации. Это два, наверное, института, которые притягивают китайские студенты в наибольшей степени. Их интересуют международные отношения, интересует русский язык как иностранный. Также он отметил, что Китай в этом году впервые вышел на первое место по количеству принятых иностранных студентов. Порядка 500 студентов приняты только в этом году. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.